Сегодня в программе. В домашних условиях выполнять детский массаж возможно. Не нанесем ли мы вред, самое главное, своему ребенку? Тут уже нужно детально осмотреть и понять, поможет массаж или нет. Идеальная осанка – это приобретенная либо генетическая особенность. Обязательно нужны физические упражнения, которые подростки, ну, очень недолюбливают. Если же у ребенка есть какие-то диагнозы, то в данном случае лучше довериться специалисту. На национальном телевидении передача «Неболейка». Здесь мы обсуждаем темы, касаемые здоровья и развития наших детей. И сегодня важная тема для обсуждения – детский массаж. И у нас в гостях врач-педиатр, детский массажист Пантикова Анастасия Ивановна. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте, Екатерина. Скажите, пожалуйста, в каком возрасте вы уже советуете начинать делать массаж? Есть ли какие-то возрастные рамки месяц, два, три, а может быть и позже? Желательнее всего начинать массаж с первого месяца жизни ребенка. В некоторых литературных источниках существует данное о том, что массаж необходимо начинать с двух-трехнедельного возраста. Но как педиатр я с этим абсолютно не согласна. Они еще совсем маленькие. Они находятся в периоде адаптации к новой жизни во внешнем мире. Самый первый прием, который мы используем для массажа деткам – это поглаживание. Поскольку кожа ребенка в один месяц она еще достаточно легкоранимая, и в первый месяц мы выполняем исключительно поглаживание. Идет еще этот невероятный запах, да, от новорожденного. Анастасия, давайте разберем вообще виды детского массажа, какие они бывают. На самом деле существует очень много классификаций как детского массажа, так и взрослого массажа, но я придерживаюсь следующим. Существует три вида массажа. Это профилактический массаж, оздоровительный массаж и лечебный массаж. Профилактический массаж выполняется деткам абсолютно здоровым. Оздоровительный массаж – это вид массажа, который выполняется также здоровым деткам, но у которых имеются небольшие отклонения в виде нарушения сна. Например, достаточно поверхностный сон, ребенок постоянно просыпается ночью. То есть с помощью массажа можно излечить этот дефект? Да, конечно, так как во время массажа мы улучшаем кровообращение. Нарушение питания. Чаще всего это снижение питания, снижение аппетита. После массажа достаточно многие родители замечают, что их дети начинают есть больше. Это апатичные дети, малоподвижные дети, либо наоборот, детские гипервозбудимые. И, наконец, третий вид массажа – это лечебный вид. Он назначается только врачами. К лечебному массажу относятся докриомассаж, предокриоциститах у ребенка, достаточно часто встречающиеся заболевания в нашем времени. Акупунктурный массаж, то есть по акупунктурным точкам. Ортопедический массаж – массаж при ортопедических патологиях. Вальбус, варус, плоскостопие. Сюда же относятся перинатальное поражение центральной нервной системы. Наверняка многие родители в выписках из роддома, либо же в заключениях педиатра, невролога видят. Пять букв ППЦНС – это и означает перинатальное поражение центральной нервной системы. Ну, достаточно часто встречающиеся заболевания. И так далее. Настя, ну с видами массажа мы разобрались. Можем ли мы, как родители, дома делать какой-то вид массажа? Не нанесем ли мы вред, самое главное, своему ребенку? И будет ли вообще от этого польза? Да, конечно. В домашних условиях выполнять детский массаж возможно. К тому же в нашем современном мире есть и видеолекции, есть и методические пособия по массажу. В этом подходе к массажу также есть и минусы, поскольку родители в домашних условиях просто не могут оценить состояние мышечной системы. То есть тонус, нормотонус, гипертонус, гипотонус, может быть асимметрия мышечного тонуса есть у данного ребеночка. И подобрать определенные техники, которые необходимы в их случае. Массажист же, он посмотрит на ребеночка, посмотрит на диагноз, если это массажист без высшего медицинского образования. И уже поймет, какие техники необходимо выполнять данному ребенку, а какие техники просто противопоказаны. Если же у ребенка есть какие-то диагнозы, то в данном случае лучше довериться специалисту. Какие главные противопоказания, что нам категорически нельзя делать в этот период массаж? Все острые воспалительные заболевания, включая ОРВИ, то есть острые респираторные вирусные инфекции, с лихорадкой и без лихорадки. Острые воспалительные заболевания, например, органов брюшной полости, это гастриты, пилонефриты, холециститы. Абсолютным противопоказанием к массажу являются активная форма туберкулеза, онкологические заболевания, вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, гипотрофия третьей степени, то есть атрофия еще называется данное состояние, и рахит в период разгара. Давайте поговорим про подростков. У них тоже есть множество проблем сейчас с осанками, да, у многих проблем, можно ли их вообще излечить? Если возраст уже ближе к 18 годам, то излечить массажом осанку будет очень тяжело. Почему? Потому что здесь нужен комплексный подход в виде осмотра ортопеда. Ортопед уже должен выяснить причину, есть ли генетическое заболевание опорно-двигательного аппарата, которое тоже в нашем времени, к сожалению, достаточно часто встречается. Нужен массаж, обязательно нужны физические упражнения, которые подростки, ну, очень недолюбливают, ввиду их лени, я не знаю, может быть, это не модно в нашем современном мире делать. И очень замечательно здесь сказывается бассейн. Но никакие силовые упражнения пока не посмотрит врач, поскольку некоторые подростки в 14-15 лет, еще когда не доросли, не выросли полноценно, они идут в тренажерные залы и без тренеров начинают сами заниматься. То есть это огромная ошибка? Это огромная ошибка, да, конечно. А какой все-таки предельный возраст, когда мы можем обратиться к массажисту и более-менее можем быть спокойны? Несмотря на то, что я сказала, что 18 лет уже вроде как бы поздно, на самом деле не поздно. Можно поддерживать состояние мышц. Тут уже нужно детально осмотреть и понять, поможет массаж или нет. Кому-то он помогает на самом деле, а кому-то просто уже. Не то, чтобы бесполезно делать, в любом случае массаж будет полезен, но малоэффективно. Все-таки не очень идеальная осанка – это приобретенная либо генетическая особенность? Как вы считаете? В 80% случаев это приобретенная. Таким образом, в школе, да, парты, все это неправильно сидим, гаджеты постоянные. К сожалению, да, есть проблема. Это телефоны, это школа. Раньше, я помню, у нас были очень тяжелые ранцы. Эту проблему нужно искоренять, начиная со школ, то есть чтобы учебники были как дома, так и в школе, чтобы ребенок носил только тетрадки, поскольку организм все еще растет, позвоночный столб еще не окреп. Суставы ребенка также продолжают расти, и если их давить массой учебников, это не есть хорошо. Там еще не только ранец, там еще ранец, лыжи, сменная обувь. Да, я представляю. Анастасия, у нас есть рубрика «Вопросы от наших телезрителей». Давайте перейдем к ней? Да, давайте, конечно. В какое время суток лучше проводить процедуру массажа? На самом деле, очень интересный вопрос, поскольку процедуру массажа желательнее всего проводить в первой половине дня. То есть ребенок проснулся, подмыли, накормили. Ну и можно уже сказать, что ждем массажиста, который должен подойти через 45-60 минут после приема пищи. Сделали прививку, можно ли сделать нам массаж? Если мы начали, например, делать массаж, провели 8 сеансов, и на 8 или на 9 сеанс мамочка с ребеночком сделали прививку, то есть при плановом осмотре пошли к педиатру, а педиатр решил, что им нужно сделать прививку, то обычно в таком случае я родителям говорю, что давайте мы лучше прекратим массаж, за 8 сеансов вы уже получили тот эффект, который необходим, и в течение 21 дня еще будете дополучать эффект от массажа. Прививка – это все-таки все равно нагрузка на организм, и в этот период ребенку лучше побыть в спокойном состоянии, а не терроризировать его массажом. У малыша диатез, а врач назначил массаж. Можно ли нам его делать? Желательнее всего массаж делать на здоровую кожу. То есть если есть какие-то заболевания, если есть какой-то диагноз, лучше массаж отложить до периода выздоровления. Какую главную пользу организму приносит массаж? Массаж приносит достаточно колоссальную пользу организму, поскольку при выполнении массажа мы воздействуем на кровеносную систему, то есть усиливается кровообращение. Усиливая кровообращение, улучшается кровообращение в микроциркуляторном русле, и как следствие улучшается обмен веществ на клеточном уровне. И не только на клеточном уровне, но и также в организме в целом. При выполнении массажа мы также воздействуем на лимфатическую систему, то есть улучшаем лимфооток, как следствие увеличиваем сопротивляемость организма инфекциям, то есть бактериям, вирусам, грибам, простейшим. Также мы затрагиваем нервную систему, выполняя ту или иную технику, мы либо успокаиваем нервную систему, либо наоборот ее тонизируем. То есть выполняя массаж на мышцы организма, мы воздействуем на организм в целом, на все его биологические жидкости и на каждую его клеточку, можно сказать, на каждый его орган. Анастасия, мы от вас получили множество информации. Хочется перейти к практике. Вы готовы? Да, конечно, всегда готова. Какой вид массажа сейчас мы увидим? Я долго думала, что же все-таки подготовить. Решила, что, наверное, полезнее всего будет показать массаж с первого месяца жизни до трех месяцев жизни. То есть профилактически? Профилактически, да. С удовольствием. Начинаем с массажа ручек. Обязательно берем ручку ребеночка в свою ладошку и фиксируем ее. Правой рукой проводим поглаживающие движения, поскольку ребеночек еще маленький, понаружно латеральной поверхности ручки. Доходя до подмышечной области, проходим ее очень аккуратно, поскольку подмышечная область является областью, которую массировать нельзя. Одну ручку 5-6 подходов, вторую ручку 5-6 подходов. Берем ладошки ребеночка в своей ручке и приподнимаем несколько его над поверхностью стола. Но это делаем до тех пор, пока чувствуем, что ребенок схватывает ваши пальчики. То есть как только вы почувствовали, что ребеночек хочет отпустить ваши пальчики, аккуратно опускаем его на стол. То есть буквально пару секунд. Да, пару секунд. 7-8 подходов. И с каждым разом к 3 месяцам уже увеличиваем высоту подъема ребеночка, так и время удержания. Следующий прием – массаж ножек. Также обхватываем ножичку ребенка и по передней, боковой и задней поверхности аккуратно поглаживаем ребеночка, аккуратно проходя коленную область, подколенную ямочку и не доходя до паховой области, поскольку паховая область является областью, где массаж опять-таки противопоказан из-за наличия лимфатических узлов. Четвертый прием – аккуратно берем ребеночка и укладываем его на животе. Это самое нелюбимое для такого возраста. Да. Пытаемся удержать ребенка в первое время, начиная выкладывать его на животик, 10-15 секунд, и к 3 месяцам уже это время должно достигать 10-15 минут. Ого! К 3 месяцам ребенок начнет опираться на ручки, приподнимать головку. Это укрепит мышцы шеи и заднюю группу мышц спины. Сколько длится первые минуты массажа для грудничков? Самый первый массаж он начинается от 15 минут, а затем уже стремится к 25-30 минутам. Но детский будильничек обычно на 25-30 минутах уже срабатывает, то есть этого достаточно. И обязательно напоить либо водичкой, либо грудным молочком? Да, можно грудным молочком, но через полчаса. Далее выполняем массаж спины. Он выполняется вот таким вот образом. В первый месяц с двумя ручками вы выполнить его не сможете, поэтому придерживаем ножки и тылом кисти проводим к шее и обратно, к шее и обратно, и затем уже с другой стороны. Следующий прием – рефлекторное упражнение. Начинается он с поясничного отдела по паравертебральным мышцам указательным и средним пальчиком. Идем не по позвоночнику, строго по паравертебральным мышцам к шее. В этот момент ребенок выгибнется. То есть мы работаем на мышцы, которые выгибают позвоночный столб. Далее приступаем к массажу животика. Животик нужно массажировать очень аккуратно, пропустив правую подреберную область, поскольку там находится печень, которая во внутриутробном развитии выполняла кровотворную функцию. Массаж выполняем легким поглаживанием, при этом ножки малыша держим. По часовой стрелке. По часовой стрелке, да. Затем работаем на косые мышцы животика. И вот таким же образом, как на мышцах спины. Следующий прием. При поднимании малыша с целью укрепления мышц животика. При этом ножки опираются нам на животик. Ну пусть на ножку. Приподнимаем, опускаем. И придерживаем головку здесь, да, очень важно? Да, обязательно. Обязательно придерживаем, приподнимаем, опускаем. И переходим к стопам. Держим ножку малыша так, чтобы она была зафиксирована. И начинаем поглаживать пальчиками вверх, выполняя восьмерочку, выполняя семерочку. На одной ножке и таким же образом на второй ножке. Имеется рефлекторное ползание. То есть обхватываем стопы ребенка плотненько, чтобы он никуда не убежал. И нажимаем большими пальчиками на пяточки. В этот момент ребенок начнет уползать. Либо можно просто подставить ладошку, как мы делаем на педиатрическом приеме. И детки опять-таки отталкиваются. Это и есть хороший знак. Далее выполняем массаж груди. Массаж груди мы делаем от грудины одной ручкой в одну сторону. Другой ручкой в другую сторону. Но не заходим в подмышечную область, поскольку опять-таки это область, где массаж противопоказан. Анастасия, нужно ли здесь смазывать тело ребенка? Новорожденного. Если это лето, и ребенок немножечко потеет, на улице плюс 34 градуса. Нежелательно. Да, тогда нежелательно. Если кожа ребенка не сухая, можно выполнить массаж на тальке. То есть взять, обработать ручки не на ребенка, а вот на ручки массажиста, чтобы они хорошенечко скользили, не царапали, не натягивали кожу. Если же кожа ребенка сухая, и это зимний, осенний, весенний период, тогда можно маслом, детским маслом. Анастасия, большое спасибо за ваши советы. И у вас есть возможность пожелать нашим телезрителям всего самого наилучшего. Дорогие детки, мамочки и папочки, я желаю вам огромного здоровья. И не пренебрегайте массажем ни в коем случае. Приходите на массаж, ищите специалистов хороших для массажа, и все у вас будет хорошо. С вами была передача Неболейка, и мы обсудили важную тему детский массаж. И у нас в гостях была врач-педиатр, детский массажист Пантикова Анастасия Ивановна. Спасибо вам, Настя. Спасибо, Екатерина, за приглашение.